Космических аппаратов и системы института, а также школьниками, участниками программы «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус». Да, институт МИЭМ — это легендарное научное учреждение, представители которого были у нас сегодня в прямом эфире. Надо сказать, что два аппарата строились в одно время и во многом друг на друга похожи. Принимать телеметрию со спутника образовательного центра будет Центр управления полетом Института электроники и математики Национального исследовательского центра Высшая школа экономики. Одно историческое сравнение. 60 лет назад, 12 апреля, в 9 часов в 7 минут по московскому времени, стартовала ракета «Восток». И в эфире прозвучала легендарная «Гагаринская». Поехали! Ну что ж, до сегодняшнего старта остается 3 минуты и вот прямо сейчас наш таймер 30 секунд. Давайте смотреть, как с Байконура должна уйти в небо ракета-носитель «Союз-2.1а» в связке с разгонным блоком «Фрегат». Она выведет на околоземную орбиту корейский космический аппарат «Каз-501» и почти 4 десятка спутников попутной полезной нагрузки. Из почти двух десятков стран мира уже прозвучали все необходимые команды. Боевой стартовый расчет эвакуирован. Ракета готова уйти в небо. Почтительно с Юлией умолкаем. Даем вам возможность увидеть это в прямом эфире «Роскосмос ТВ». Ракета готова уйти в небо. Докладный руководитель принял первый. Наддув. 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 Наддув, наддув. 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 Докладный руководитель принял первый. Наддув. 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 Продолжение следует... 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 Восемьдесят Параметры системы управления ракетоносителем в норме Девяносто Двигатели первой и второй ступени работают нормально Сто Параметры конструкции ракетоносителя в норме 110 Дангаж, риск и невращение в норме 120 Есть выключение двигателей боковых блоков, есть выделение боковых блоков 130 Стабилизация изделия устойчивая 140 Параметры конструкции ракетоносителя в норме 150 Двигатель второй ступени работает нормально 160 Параметры системы управления ракетоносителем в норме 180 Стабилизация изделия устойчивая 190 Параметры конструкции ракетоносителя в норме 200 Двигатель второй ступени работает нормально 210 Параметры системы управления ракетоносителя в норме 220 Парамет нормально, время КП 11 часов 7 минут 13 секунд 770 миллисекунд Параметры системы управления ракетоносителя в норме Рыск, а не вращение в норме. 260 Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 270 Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 280 340 Параметры системы управления в норме. 350 Полет нормальный. 360 Рыск, а не вращение в норме. 360 370 Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 380 Двигатель третьей ступени работает нормально. 390 Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 400 490 Стабилизация изделия устойчивая. 410 Полет нормальный. 420 410 Тангаж. Рыск, а не вращение в норме. 430 Двигатель Двигатель третьей ступени работает нормально. 440 410 Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 440 410 Стабилизация изделия устойчивая. 470 Параметры Параметры конструкции ракеты-носителя и разгонного блока в норме. 470 Двигатель третьей ступени работает нормально. 480 Параметры Параметры системы управления в норме. 490 Стабилизация изделия устойчивая. 500 Полет нормальный. 510 510 Тангаж. Рыск, а не вращение в норме. 520 Параметры конструкции ракеты-носителя и разгонного блока в норме. 530 Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение головного блока. Головной блок в составе разгонного блока Африкат номер 122-05 Космического аппарата КАС-500-1 И по данной полезной нагрузке выведен на опорную орбиту. Конференция закончена. Конференция КАС-500-1 КАС-500-1 И по данной полезной Африкат номер 123-12 Конференция Продолжение следует... 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 Продолжение следует...